Остался один спикер, Каплиенко Ольга Александровна, начальник отдела мониторинга и корпусной документации некие конструкторского предприятия по электротехнике Мина Рижалин. Вам слово. Я не буду вас представлять, потому что буквально минуточку могу сейчас сказать, что вы... Я коротко попытаюсь. В общем, в атомной области я не так давно, но, несмотря на это, связано практически всю свою жизнь. Хочу затронуть в своем выступлении те вопросы, которые уже как-то так вот коснулись предыдущие и выступающие. Семейные ценности – это вопросы династии и семейных ценностей. То есть о тех простых вещах, которые понятны и доступны всем людям, но женщинам в основе. Семейные ценности как резерв безопасности ядерных технологий. Взгляд жены-адовщика. Ядерным технологиям для развития необходимо позитивное восприятие их обществом, которое зависит от ценностных ориентаций общества. Система семейных ценностей широко обсуждаема в политологии, психологии, социологии и других гуманитарных науках практически не затрагивается, когда речь идет, например, о преимуществах ядерной энергетики. Между тем, разговор о семейных ценностях, понятиях и близок любой аудитории воспринимается с интересом, а переход от них к проблемам безопасности ядерных технологий может быть основан на ментальном опыте женщин в атомной области, часто одновременно и жен-адовщикам. Привет. Мое сегодняшнее выступление – это попытка наметить возможный подход к осуществлению миссии российского отделения ВИН «Через использование коммуникационной практики структурных связей семейных ценностей и преимуществ ядерных технологий». Цитата. «Помните эту фразу с моим Китлингом? У всех живых существ самка опаснее самца. Ни один мужчина не будет защищать своих детей, как женщина. Думаю, женщины больше интересуются отдаленным будущим, чем мужчины, потому что думают о мире, в котором предстоит жить их детям» Маргарет Ильича. Международное движение ВИН ставит своей целью утвердить позитивное отношение общества к ядерным технологиям. Если женщины работают в атомной отрасли, следовательно, эта отрасль не опасна и может быть использована в системах жизни и обеспечения общества. «Ежегодные встречи женщин-вин, проходящие в разных странах, позволяют им рассказать друг другу и журналистам, а через них и обществу в целом, о женском видении проблем ядерных технологий. Это, по мнению зарубежных исследователей, создает благоприятный климат в общественном мнении для развития ядерных технологий. В человеческой жизни все, имеющих к ней отношения, есть постоянный абсолютный риск. Человека не интересуют технические детали безопасности, его волнует, как данный вид техники повлияет на его благосостояние, хорошую, удобную жизнь. А судьба техники зависит от его представления о своем благосостоянии, а не от реальной опасности техники. Поэтому безопасность техники, в том числе ядерной технологии, это уверенность в том, что качество человеческого фактора, создавшего управляющего техника, обеспечивает отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба. Ядерные технологии – это в основном мужская территория. Очевидно, что мужчина – генератор и создатель технологических систем жизнеобеспечения общества, а женщина – генератор порядка и управления, если менять мужчинами. Даже если они и атомщики. Женский консерватизм – классическое преимущество женщин в любой цивилизации. Внутренние биологические сигналы женщин, направленные на осторожность, резерв безопасности любой системы – и в технике, и в обществе в целом. Это экспериментально подтверждает все в семье, первичные ячейки общества. Каждая жена, вольно или невольно, подстраивает своего мужа под себя, под собственный характер, собственную интерпретацию тех сложностей и опасностей, которые она видит в работе мужа. И если она позитивно настроена по отношению к работе мужа, поддержит его стремление добиться лучших результатов через самосовершенствование мужчин, бывает много. Из личного опыта, женщины атомной отрасли, которые замужем за атомщиком, уже почти 30 лет. Мой муж 10 лет служил на атомной подводной лодке, затем работал и по сей день работает в структуре госкорпорации «Росатом». Таким образом, уже 30 лет мы все вместе связаны с ядерными технологиями. Весь мой опыт говорит, что для мужчины атомщика степень согласованности с женой с женой ценностей является оберегом от бесстрашия, воспитывая в искусстве. Но ядерных технологий может обернуться к катастрофам мирового уровня. Развитие ядерных технологий приводит к расширению кругозору, расширению возможностей для общения, получения, образования, что повышает значимость профессии атомщик. Это, в свою очередь, приводит к усилению ценностных ориентаций в семье поддерживаемых женщин. Супруги, по большей части, смогли рассматривать свою профессиональную занятость как средство обеспечения материально составляющих жизнедеятельностей семьи. В случае поддержки женой профессии атомщика, женщина разделяет с мужчиной ответственность за те риски, которые несут ядерные технологии. Открытый, доверительный диалог женщин атомной отрасли с широким кругом общественности по вопросам безопасного использования атомной энергии и ее развития для улучшения качества жизни общества будет успешным и эффективным, если он будет встроен в систему семейной ценности. Спасибо большое.